Вы спросили, присылали от меня голосовое сообщение с цитатом известный человек, который описывается в моем состоянии сейчас. Чем больше удобства, тем меньше храбрости. Александр Васильевич Суворов. Бениамин Форестер, швейцарец, который приехал в Россию, принял православие, живет в Переславле-Залесском и занимается пчеловодством. Вообще, жанр невероятных приключений иностранцев в России очень популярен и понятен. В наших широтах, но разговор именно с Бениамином Форестером оказался особенным, потому что беседа о пчеловодстве оказалась беседой о смысле жизни. Очень по-русски. Сколько вы насчитали иностранцев в небольшом городе Переславль-Залесский? Да, тут немножко магнитно иностранцы. Есть три француза, один нидерландец, две целые семьи американцы, один американец отдельно, пенсионер военный, потом немецкий, кубинец и один швейцарец. Это вы? Да. А что тянет, как вам кажется, иностранцев именно сюда? Ну, я читаю, конечно, Переславль далеко от Москвы, если куда-нибудь летать хочешь или что-нибудь из метрополии хочешь. А все равно это провинция, большая история, много монастырей, храмов, плащевый озер, природа красивая. Я думал, это хорошее место для иностранцев, которые хотят эмигрировать в Россию. Сам по себе факт переезда иностранцев в Россию всегда вызывает интерес, особенно потому что, как представляется, несколько последних десятилетий в России, наоборот, считалось очень крутым уехать за границу и жить не в России, а вот где-то на Западе. Это считалось и до сих пор, наверное, в чем-то считается признаком успешности, хорошей судьбы, больших перспектив и так далее. Вы в обратном направлении, из Швейцарии в Россию. Вот что вы об этом, об этом умонастроении российских людей? Не у всех, конечно, но у некоторых, думаете? Если мы смотрим телевидение в России, там часто там все в Америке, все границы, там все шоколады, заработаешь кучу денег, крутой машины, крутой дом, ну такой стереотип. С другой стороны, Швейцария примерно покажет, как там в России, все бедно, все там плохо. И я считаю, ну это стереотип. Надо смотреть реально, как жизнь, и надо в эту страну идти. Ну, одну сторону, если ты там только в отпуск, одну-две недели, то, конечно, все выглядит идеально. А если ты там немножко живешь, тогда обычно видишь, не все так, как там телевизор покажет. Ну, конечно, примерно, в Швейцарии зарплата побольше. Часто меня люди спрашивают, а какие зарплаты там? Тогда я скажу, ты неправильный вопрос встаешь. Спроши меня, сколько там все стоит? Квартира, аренда, ресторан, продукты. И потом спрашиваешь, какие зарплаты? Тогда это немножко, ну, сравнить, немножко лучше понимаешь. То есть цена жизни в Швейцарии выше, то есть тратить приходится больше. Очень выше, да. Конечно, комфорт там выше, чем Россия. Ну, примерно, меня лично, конечно, какой-нибудь комфорт мне тоже нужно. Я не могу жить, как там средний век, там, горячая вода, теплый дом. Это мне тоже важно. Ну, мне не самое важное, что у меня будет там самый большой, крутой телевизор и самая крутая машина. Мне больше важны другие, другие вещи в жизни. Свободность, а я могу мою идею, мое творчество могу сделать. Или примерно в Швейцарии это одна из этих стран, в которой самое малое люди есть свой жилье, свой квартир. И примерно в Швейцарии я думал, никогда бы у меня была возможность свой дом, свой участок, свою землю, которая пасек. Это просто реально. А тут в России у меня есть мой дом, мой участок, земля, где мой пасек. это чувство у меня хорошо. у меня это очень важно за твой дом, который ты не знаешь, никто может тебя сюда водить. Это твое. И это для меня это примерно очень важно. Ну, не надо сказать, там лучше или тут лучше. Я всегда скажу, это как съедать. Один любит спагетти, третий любит порш, четвертый любит там чего-то другое. Как так сложилось, что именно Россия и именно пасека, то есть вы занимаетесь пчеловодством? Знаете, не все случайно, я думал, все от Бога вверх немножко. Почему Россия есть, если я могу немножко глубокий начинать. Я шил одно время, ну, практически все мои детские, был в один дом, это немножко в провинции Швейцарии, ну, провинции Швейцарии, там все равно город секта близко, потому что Швейцарии так маленькие. И это дом, большой дом, ну, для Швейцарии, трехэтажный, там, ну, не такие большие домы, как тут в России, триэтажный, это еще большой дом. Это было раньше гостиница, потом это был дом для старики, и потом это был дом для беженцев. И там сразу шил беженцы, которые, ну, от революции, вот это коммунистский, убежал, ну, который царь держал, белый, можно сказать. И в лестнице на этом доме весь очень большая картинка от царской семьи. Я каждый день в детстве это видел. И это, который дом купил, хозяин, мне сказал, ну, они сразу после беженца был несколько лет пустой, и когда они это купили, было очень много комнат, были русские книги, дневник, такие вещи, и они не знали, что с этим делом, они все выкинули, кроме вот этой царской картинка Антоси Портом. Ну, конечно, очень жалко, я думал, там было очень много интересных судьбов жизни, такие вещи, вот этот дневник, книги, ну, к сожалению, нет. Ну, это просто уже какие-нибудь детства были у меня связаны, я больше про это не думал, и потом, когда я 16 лет был, я знакомился с одной семьей, в которой отец был диссидент в советское время, и с 80-й год они, ну, все через границу, ну, как это, бросил, ну, может, до конца правильное слово, и три брата, это были мои самые хорошие друзья, все свободное время с ними были, и через их я знакомился с русской культурой, с верой православной, и потом 96-й год, я первый раз тут в России в отпуск был зимой, мне понравился, ну, и потом все время я тянил, вот так я сюда, в Россию пропал, можно сказать. Вообще, 96-й год не самое легкое время в России, не самое благополучное экономически, вы до этого знали русскую культуру, вероятно, по книгам, не знаю, по фильмам, вот попадаете в реальную перестроечную Россию, ну, или такую, можем, не перестроечную, но ельцинскую Россию, что это было для вас? Ну, с одной стороны, очень много советских, которые мне вообще не понравились, а с другой все равно я чувствовал такой свободы, такое прошлое пространство, сектор, в Швейцарии все узко, места нету, и вот это меня немножко ловило, и, конечно, если примерно смотришь Швейцария, что там 20-30 лет назад, он мало изменился, а если смотришь 96-й год, который первый раз тут был сейчас, это очень сильно Россия изменилась. Ну, шока не было, потому что, спрашиваю, потому что у многих 90-е годы ассоциируются с разрухой, с бедностью, с преступностью, какой вас встретила тогда Россия ничего этого вас там не смутило, не испугало? Ну, я юно сам был немножко хулиган, за это наверное меня не пугало. Ну, конечно, это все было полностью по-другому, и у меня такие стандартные отпуск, где-нибудь с бантиком, который там, как называется, очень красивый такой отпуск для меня, и за это меня тут было много видеть, много, много интересного мне, мне очень понравилось. А вот что побудило, что было таким главным, из-за чего вам захотелось остаться именно здесь и посесть? Ну, как я вам уже сказал, Швейцария зарплаты большие, ну, тебе там, потому что квартирные, не твой, там, коммуникация, интернет, Швейцария это страна, которая самая много страховка, на все страховки, и много даже нужно, и все равно это такое большое давление, тебе нужно, 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 а тут в России вот это это меньше. Примерно я сюда пришел с практически без языка, 4 тысячи долларов в карман, у меня был участок, ну, никакой пшеловодный инвентар, ни машины, ничего, и первое время я очень, можно сказать, бедный жил, иногда деньги только было в макароне, какие-нибудь картошки. А сразу в Переславле? Да, а тут как-нибудь без денег ты можешь жить, а в Швейцарии без денег этого вообще никак, и вот это не такое давление, тебе нужно, тебе нужно, тебе нужно, вот это я чувствую тут больше свободно, и меня дает больше возможность сам для себя работать, в Швейцарии, если маляр примерно, в каждой деревне есть уже 3-4 хорошие маляр, там все занят, или есть доллар, а тут в России если ты чего хорошего умеешь сделать, ты найдешь твой нише, свободное место, и тут, ну, раньше я снимался, и потом пшеловодство тоже самое, потому что я, можно сказать, один из первых, который делает органическое пшеловодство, про западное понимание, пшеловодство, и первое, который укрыл пшеловодство, ну, органическое, я читаю, неплохие экскурсии, делали интересные, которые гости могут смотреть, я нашел твой нищ, который я могу, можно сказать, тоже мое творчество могу укроить, и в Швейцарии это невозможно было сделать, вот это меня дает от России. А чем отличается органическое пшеловодство от какого-то другого, неорганического? Ну, на двух словах сказать, это очень глубокая тема, просто тут есть очень большой проблематика, ну, понимаете, есть много паразитов и болезней пшеловодства, и, к сожалению, Россия стандарт борется с ими с пестицидами и антибиотиками, которые пшеловод внутри улей поставят. Это пестицидные антибиотики эмигрировать в воск, эмигрировать в мед, и надо уже знать со пшеловодом дает свой старый воск на обмен, на машину. И даже если он сам пестицидные антибиотики не использует, через воск, который он в улей поставит, который не из своей пасек, он привезет это пестицидные антибиотики в себя в улей и в себя меда. Это все через воск идет. А, конечно, органический пшеловод мы работаем без таких вредных веществ. Есть альтернативные варианты, как бороться с полезными свердителями. И тоже очень важно мы работаем воск без грязнения. И свой собственный цикл обработки воск. Я только вошли надел из мой личный воск. Ну, это только один часть чистой продукции. Органическое пшеловодство, это тоже гуманность, ответственность с пшелами. Ну, я скажу пример, если курица самая хорошая, вкусная еда кормишь, но живет в такой маленькой клетке, это не гуманность в сторону курицы. И с пшелами тоже нужно хорошо ухаживать, они не голодны, они хорошо чувствуют. Вот это тоже один часть от органических пшеловодств. А почему именно пшеловодство, а не какая-то другая отрасль сельского хозяйства? Ну, я, как можно сказать, тоже Бог меня сюда привел. У меня просто в жизни никогда так получится, как планируешь. у меня был тяжелый период в жизни, и вопросы решить с алкоголом, я читаю, это нехороший вариант, психует, и как-нибудь в психушку попасть, это тоже не вариант. Я просто чего искал, который меня от проблем отвлекает, на позитивные мысли привезет, и я начинал пшеловодство. Я начинался с Триули, мне это понравилось, я много читал, меня на позитивные мысли привез, и сначала это было как хобби, и потом медленно это хобби привелся на профессию. Ну, это был длинный процесс, и примерно уже второй год уже полностью чисто от пасеки, ну, могу семья кормить. Но, как уже сказал, я не только с медом зарабатывал, потому что бывают годы, которые не очень хороши с погодой, не так много меда, я еще экскурсии на пасек даю, это тоже дает очень радость, если другие люди могут знакомиться с вот этим чудесным миром. Я люблю общение с людьми, это тоже дает мне радость. Вот для человека, который не занимается сельским хозяйством, иногда это очень неожиданно понять и задуматься, что, допустим, вы как пчеловод, зависите от погоды. Будет солнце, не будет солнца, будет дождь, не будет дождя. То есть очень сильно на вашу работу влияют факторы, на которые вы никак повлиять сами не можете. Вот как вы это чувствуете? не тяжело ли это? Ну, я читаю, это та же школа на жизни. Жизнь, часто, я уже сказал, не так получится, как хочешь, и тебе нужно мириться, ты знаешь, ты король в земле, или самое важное, там есть еще Бога, который все рулит, и это тоже дает тебе смириться с вот этим, и ты знаешь, ты только один один маленький част от общей, я читаю, это тоже хорошо, за это вот так, и, ну, что я могу еще сказать, про, часто есть у городские шитл, наверное, тоже, это немножко сторона, это пропаганда, как там на запад все хорошо, есть тоже такой, такой миф, со городские шитл, думаю, там в провинции все хорошо, там фермерство, там природа, там все очень просто, я просто могу сказать, фермерство, любое фермерство, тоже пшеловодство, это очень большой труд, и ты не идешь там 10 утром в офис, и 5-6 идешь домой, все, два дня в охоте, мы фермеры, часто летом там 5 утром встаем, до 10-11 вечером, это труд большой, но он я вижу, что я сделал, я вижу мед, который мои пшелы с моим помощью, я вижу результат, я в природе, я мой хозяин, я сам могу решение делать, я не какой-нибудь начальник, который нужно терпеть, который вверх меня скажет, что сейчас делать, и меня это дает радость, но это тоже большой труд, это тоже надо понять, это не все так просто. Когда вы приехали в Россию и познакомились по-настоящему, с настоящей страной, в чем она оказалась не похожа на те стереотипы, которые есть и Россия и иностранцев, какие самые странные стереотипы России встречались, которые вы развенчали здесь? Ну, знаете, я, наверное, уже всегда был немножко нестандартный человек, и ну, примерно уже давно в Швейцарии тоже очень редко телевизор смотрел за это. Мне этот стереотип не так сильный был внутри, за это меня, можно сказать, тут ничего пугало, можно так сказать, я уже немножко сбоку на это смотрел, а примерно что очень интересно, мои друзья рекомендовали меня читать к нас селебряные, ну, конечно, перевед по-немецки, и как-то первый раз я очень мало знал про Россию, мне не очень понравилось, потому что я много там не понял, что там происходит, как русские люди думают, а потом второй раз я читал, когда я уже был православным, когда я уже тут шил, когда менталитет от людей знал, еще раз читал, и тогда меня очень понравилось, за это тебе нужно немножко эту культуру чувств, жить и тогда ты понимаешь, как люди думают, что в голове, и ну, примерно с этим примером книги, это очень понятно, что ты сначала не все понимаешь, это нужно немножко время. А существует для вас такая вещь, как загадочная русская душа? Ну, да, иногда это есть, иногда ну, все равно я считаю, я уже хороший эмигрировал тут, но все равно иногда есть вещи, которые я просто не понимаю. Ну, знаете, какой пример могу примерно сказать? Швейцария, они очень давно такие прямо демократы, которые мы можем выбрать, я думал, это уникальная страна мир, что касается прямо демократы, а тут в России ну, всегда был цар, ну, который лидер, потом в советское время был лидер, и тут такой какой-нибудь верность по лидер, на лидер, кто скажет, что сделает, а народ, ну, та же не протестолит, я думал, я сейчас иду на улицу, сокрой дорогу, скажу, так нельзя, а тут все просто, ну, вот так, так сказал. Какая-то пассивность, неактивность? Может быть, тоже неправильно, они просто так привыкнутся, ну, кто-нибудь скажет, так сделаем, и даже, если не согласны, все равно так сделают, это менталитет немножко чувствует тут, ну, знаете, с другой стороны, Швейцария маленькая страна, там, может быть, эта система хорошая работает, а с такой большой страной, как Россия, я думал, может быть, по-другому, ты даже не можешь тут это все вместе держать, наверное, это нужно, это не критик, это просто, ну, с разницей с менталитетом, ну, с этим, мне, наверное, тоже очень нравится казачья культура, потому что там тоже есть вот эта прямо демократия, если... Казачий круг. Да, атаман выбирает, если их не нравится, они... Вот это... Да. Интересно. Как раз я именно про это хотел спросить. Я однажды делал интервью очень давно с послом Швейцарии в России. Это было интервью для журнала для одного, и я его спрашивал о том, кем себя в первую очередь читает швейцарец. Жителем всей страны или жителем своего кантона, своего штата. На что мне посол Швейцария сказал, что более даже того, швейцарец себя считает в первую очередь вот гражданином какого-то города своего, маленького. Потом уже кантон, и где-то там далеко есть федеральная власть, которая занимается там налогами, обороной, но вот главное, что мы вокруг себя организуем жизнь. А в России эта пирамида перевернута. Принято считать, что русский себя считает, вот я гражданин страны, большой. Мне очень важно, если я живу на Дальнем Востоке, очень важно, что там происходит в Москве, в Кремле. А вот подместить свою дорожку рядом с домом и сделать ее чистой, это важно. Важны глобальные какие-то измерения. Вот вы это видите, вы это чувствуете? Да, это правда, вот это есть. Это тоже хорошая картинка об, извините, Швейцарии, это как виноград. Главные ветки, и там очень много отдельных ягод, и это ягоды, твоя деревня, твоя область, и только потом страна, и там тоже каждый есть свои законы, свой правил. А если смотришь систему России, это как апельсин, который пополам риск, и смотришь, и все в центре идет. И вот это чувство от людей с менталитетом, это все, вот это есть. Ну, а вот то, что часто говорят, как я от одного православного епископа такую мысль слышал, что русскому народу всегда было более понятно решать крупные задачи. Повернуть реки вспять, перекрыть Енисей, построить Днепрогресс, запустить спутник в космос. А вот, опять же, возвращаясь к этому примеру, подмести дорожку от дома до калитки, это неважная задача. Это кто-нибудь другой сделает, или пускай начальник Жека сделает. Вот вы это видите? Ну, вот это есть, и вот это меня тоже иногда немножко болно, если видишь в город, в котором есть много потенциал, который не косит, потому что если какая-нибудь частная инициатива, если это место мы можем лучше делать, иногда вот это немножко не хватит, это я согласен. Субтитры создавал DimaTorzok Есть такое мнение, что в России очень тяжело вести бизнес, в том числе малый бизнес, может быть, особенно малый и средний бизнес. Вы как раз представитель малого или среднего бизнеса с продажей меда и так далее. Вот вам было просто это начинать или трудно, или были припоны бюрократические и так далее? Ну, честь сказать, что касается бюрократии, это в России непросто. С другой, сейчас сейчас есть вот это самосанит, вот это система логкая и просто, это читаю, ну, хорошая система, самосанит. Ну, знаете, конечно, это тоже не, всегда сложно, свой бизнес, но мне это слово бизнес не очень нравится. Бизнес для меня человек, который попробует, ему цел просто максимум деньги, ну, без душа, а я вижу, деньги нужно зарабатывать, но я читаю, никто обманывает, всегда надо быть честно, и мне не нравится это слово бизнес больше, предприятел, предприниматель, предприниматель, вот это мне больше нравится, и, конечно, если ты все делаешь, как всех других, если ты 3-литровый пластмассовый или пластмассовый банк, и как бабушка на рынок стоишь с медом, конечно, это тяжелый, тебе нужно немножко попробовать, чего изменить, лучше сделать, и на таких я думал, есть свободное место, которое они могут чего сделать, это не только касается фермерства, строительства, нужно немножко вперед, немножко инновационно, и тогда есть в России много свободного места. Мы иногда слышим, что в России про душу, а на Западе про деньги, но это стереотип, такое очень обобщенное какое-то мифологическое представление, но тем не менее, из ваших слов тоже можно сделать вывод, что в России с душой заниматься делом, каким-то служением, предпринимательством, медом, легче, чем, допустим, в Швейцарии бы это было делать. Органические продукции или фермерские продукции, там очень важно, человек верит и понимает, вот это правда, чистый продукт, и он меня тут просто что-нибудь болтается, а я свой мед куплю. Вот это, конечно, тоже очень важно. Вы крестились в православие или, не знаю, перешли в православие? Ну, как это было? У меня немножко специально было. Я выросла, ну, можно сказать, христианский корень, но я нигде не крестился. и когда я был там вот это возраст, ну, швейцар половина католика, половина протестанта, когда я был там, не помню, там, 12-13 лет, наверное, пришел вот это протестантский священник, и хотел меня, ну, наверное, можно сказать, хотел меня купить. Сказал, приходи там на воскресную школу, потом тебе нужно там семь раз храм, там все серьезно, с подпиской, спечататься, ты, правда, там воскресенье на службу был семь раз, и потом я мог, забыл какая-то забота, ну, такой праздник, который из юности, идешь на взрослые жизни у у протестанта. Конформация. Конформация, наверное. И там большой праздник, все родственники делают, большие подарки получишь очень серьезные. Ну, да, подарки хочу, там, два раз на воскресенье школа, один раз храм, но я потом сказал, не, это подарки мне нужны, я там, мне там так скучно было, и там храм так пустой, там даже креста нет, у меня просто все против было, я сказал, не, не буду делать. и потом через вот русские семья, они были верующие, я знакомился, ну, много говоров, про Бога, про вот так, потому что человек всегда ищет смысл жизни, про любом, и у меня эти ответы, которые мне понравились, потом я был в Франции, ну, Швейцария маленькая, Франция рядом, там был православный священник, ну, из России, но он только по-русски и по-французски говорил, у меня очень много вопросов было, и с переводом это сложно, он сказал, иди на Афон, я там знаю в монастыре, где немецкий монах, и зовут Бенямин, как меня, потом я думал, хорошая идея, сюда ушли, ему нашел, он очень много книг мне подарил по-немецки про православие, очень много с ним говорил, и все читал, и потом решился креститься, это тоже на Афон, сербские монастыры, это был, монах был очень маленький, ну, там метр пятьдесят примерно порос, ну, очень большое сердце, Кирилл, и потом мы утром рано там шесть часов пешком на море ушли, и прямо на море я крестился, и это был, ну, такое чувство, мне сказал, я был хулиган детстве, ну, юность, и я просто вот это крещение, чувство, как очень большое, как рюксак, скрех, он просто уходит, я так, так хороший, так чувствовал меня, даже на фото, я никогда в жизни так ломал, лубался, так глубокий, как на крещении, и, ну, как на облаках просто меня чувствовал, и, правда, сильно, очень сильно меня изменился с хорошей стороны, на, из, из этого момента, и, да, был очень важный, важный момент в моем жизни, когда я крестился, Ну, вот вы человек из западнохристианской культуры, для вас православие неродное было тогда, что так привлекало, что открылось такого почему-то именно в православии, вы сказали, что общались вот с этими русскими друзьями, что такого они рассказывали, говорили, если это можно сформулировать? Ну, я человек, который очень любит тоже историю, примерно, я читаю всегда, человек должен знать историю, свою страну, свою профессию, свою веру, и история нам тоже много учит, конечно, тоже есть очень много манипуляций в истории, надо тоже искать, ну, честные источники, ну, что касается сферы, мне тоже понравилось, ну, понравилось, я просто чувствовал право, если историю читаешь, там, римский папа был один и сравнение, потом он сказал, нет, вы все меня слушаете, а тут самое главное, другие сказали, нет, мы ровнее, и был раскол, ну, это все читаешь, тогда, ну, понимаешься, православие, это, правильная вера, и, ну, не только история, просто, когда я в храм православный, там, там, чувствуешь, как-нибудь Бога, может быть, это немножко примитив сказать, ну, не примитив, просто, у католиков, протестантов, это храм, который был, я там ничего не чувствовал, а в православный храм, там, ну, другой, я чувствовал, там есть чего. До начала нашей записи вы сказали такую важную вещь, что христианство, православие, это про спасение души, вот как вы это чувствуете, что такое спасение души? Я думаю, что для многих людей, которые называют себя православными по рождению, может быть, по принадлежности к культуре, такого вопроса не стоит. Православие это про храм, про традицию, про идентичность культурную, но не про глубоко религиозное чувство, а вот вы говорите именно о нем. да, может, есть параллелы тоже, что я сказал про фермерство, про пшеловодство, это большой труд, и про христиан, это не надо креститься, воскресенье, храмы ты, и твое галактическое дело, это очень большой труд, и ты вот постоянно надо с тобой работать, надо еще лучше, еще твои грехи справить, это очень большой труд, и очень большой работать, вот это я имею, спасение душа, это целая дорога, и иногда идешь два шаг вперед, иногда три шаг назад, но постоянно надо работать, это тоже очень большой труд, но я считаю, это очень важно, и да, вот так я это вижу. есть такая притча, ну не притча, а как это назвать, поучение, которое в частности встречается у преподобного Паисия Святогорца, который на Афоне как раз подвязался, о том, что все люди делятся на мух и пчел. Я вот не могу себе отказать в удовольствии вас об этом спросить. Мухи это те, кто везде видят нечистоты, к которым их тянет, а пчелы это те, кто везде, даже в самой какой-то нечистой ситуации ищут мед, ищут нектар, ищут красоту. Как вас эта притча отзывается? Вы с пчелами работаете? Ну, я могу сказать по-немецки даже пословица «Хочешь видеть, что Бог твордился над этими пчелами». И пчелы правда дают нам много примеров. Примерно они вообще не эгоисты, как мы человек. Сообщество, для них это самое важное. Если медведь идет, пчел жалует, медведь уходит, пчелы умрет. Она готова жизни даст. И они всегда думают на общество. Их цел просто общество, их индивидия. Это неважно. И это мы тоже можем много примеров из нашей жизни. И смотрите, я тоже ну, это без сектанства. Конечно, есть люди, которые тоже такие вещи, увеличат. Просто если я на пасы иду, улел, крою, вижу, как они трудятся, как они работают, как они ну, вот это все вместе, вот это немножко прыгает к меня, вот это чувство. Ну, это без рака не лечь, такие вещи. Ну, просто, если у меня хорошее настроение, это к вам тоже идет. Или если у меня все плохо, это тоже. Вы немножко сюда идет на мой депрессии. И такой момент я чувствую немножко пшелы, за ней. Ну, такой позитив просто. А чему еще учит пшелы? Человек? Примерно пшел один из этих сфер, в котором самое много наук не работало. Науки стакли, следования, как они работают, как они коммуницируют друг с другом. И тут очень глубоко можно жить, это очень интересно. Ну, конечно, они совсем другие, чем мы, это не с комы, это не можно все один на человек собрать. Ну, учатся, и ну, самое важное, читаю за они такие трудолюбимые. Они всегда, если они могут работать, они доволны, и все хорошо. Если погода не дает работы, или вот так у них уже настроения нет. Я думал, вот это самое главное, которое мы, человек, можем учиться от пшел, все время трудиться, трудиться с работой, трудиться с верой, работать на спасение души, всегда надо вперед, и не лимит, кровать лежит, и ждать как-то, ну, чего лучше будет. Вот это, я думал, самое большое мы можем учиться от пшелы. Когда вы только переехали, начали заниматься здесь сельским хозяйством, как реагировали окружающие? Вот приехал иностранец, швейцарец, начал пасеку. Я не сразу пасек начинал, строительство, шабашка, и это было как хобби. Ну, конечно, много меня читал сумасшедший, швейцарец, что он тут в России забыл. Ну, как это, они тоже чувствовали, чувствовали меня тут хорошо, и могу сказать, все люди тоже с укрытной душой меня принял, меня просто был тут эмигрировать. Ну, наверное, мой укрытный характер, наверное, тоже поможет с вот этим. И я нашел быстренько друзья, в Швейцарии мне было сложно найти друзья, а тут мне очень просто. Потом я нашел казачьи фолклорные группы, которые, ну, целый семейный коллектив, бабушка, тот самый маленький, и вот эта казачья культура меня тоже ловил, очень рады стоят, пикник делают, мясо жарят, каждый привезет свое пиво, свое мясо, свой свалат, и они друг друга не делятся. А в России идешь с друзьями на пикник, на шашлык, это просто общий стол, все положено, а твой мой, такой нету. И так даже чувствуешь себя на этом компаниях. вот это правда, это есть, и это сразу мне нравится в России, за вот эту общую, мы вместе сейчас, и мой, и твой, и такой нету. Вам в себе приходится что-то преодолевать, чтобы жить в России, работать в России? Не, у меня, я не знаю, у меня такие вещи, просто из туши, я, наверное, в Швейцарии уже такой был, который все укажил, все, вот, меня это просто как компас потерял, меня не на правильное место привез, ну, конечно, много швейцарских у меня тоже внутри, но очень много меньше, мне просто, просто как родной, как это всегда так было. А есть швейцарский менталитет? Да, есть. А в чем он заключается? Ну, они очень, как это, немножко, ну, на дистанции, они очень точно по времени, много точнее, примерно, чем немец, если там с другом 15 минут опостаться, ну, на встречу, другство уже кончено, ну, конечно, шутка, но, кажется, шутка есть свое право, они очень точно по времени. Примерно утром, если на работу начинается 7, 6.50, 6.45 все уже на работу, пораньше. Потом они, ну, очень, если поезд идешь с новой люди, очень сложно знакомиться. Ну, конечно, всегда есть исключения, но они немножко такие дистанционные. Еще швейцарцы, они очень хорошо умеют организовать. Они то детали все вперед организуют, вот это очень хороший талант у них. Ну, при этом, если чего не так, они импровизировать не умеют. А в России обратно, они часто не очень хорошие планируют, и потом на место, ну, как-нибудь вот так, импровизация, и все равно получится. на месте разберемся. Да, да. А я гибрид, я швейцарский талант организация, уже привык импровизировать, и это ну, тоже плюс жизни. Вы говорите про швейцарцев сейчас, они, вы себя уже не считаете швейцарцем? Ну, это никто хочет обидеть Швейцарии, ну, конечно, я швейцарец, ну, уже два гражданства. Ну, просто потому, что я уже тут живу много лет, и я чувствую, ну, даже если язык, акцент, конечно, акцент большой, но это никогда уходит у меня, не такой большой талант с языком, но я все равно уже чувствую меня русский. Ну, я ничего против швейцарца, есть внутри, но просто если я в Швейцарии еду, я чувствую себя не как дома. Я, конечно, много помню, детство, родителей там живет. Ну, это для меня чуть-чуть немножко как чушь. А потом, если отпуск верну с тобой, ну, обычно там недели, две, один раз в год иду, тогда я уже чувствую, я домой иду, за это я уже чувствую меня как русский. Вот вы в одном интервью сказали, что считаете Россию теперь своей родиной. Слово родина подразумевает страну, в которой ты родился. Но ваш пример можно обрести. Как уже просто Айас мне на правильное место привез? Нет. Что делает ту или иную страну, то или иное место родиной? Что вы в это понятие вкладываете, если вы здесь не родились? Я читаю родину. Слово родина, конечно, где родился, но это можно сказать в духовном смысле. Ты чувствуешь тебя, эта страна тебя близко, где в сердце. Ты все готово дать на эту страну. Вот такое чувство для меня это родина. Это понимаешь, это как твой дом, твоя семья, и потом твоя родина, место, где ты живешь. Это разные колцы, но все равно это такое чувство. и это может быть не там, где ты родился. Но у меня сейчас это вот так. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.